Если вы до сих пор думаете, что черная джентра это машина для больших мальчиков То, скорее всего, вы не знаете про существование Chevrolet Tahoe Рассказывать, кто и как ездить на этой машине в Узбекистане я не буду Давайте я просто вам про нее расскажу Под капотом у нас стоит атмосферный V8 5,3 литра Выдает он 343 лошадиные силы Трансмиссия у нас автоматическая, 10-ступенчатая Крышка подвески у нас на гидроупорах, понятное дело, потому что вот так до нее дотягиваться очень сложно Расход на сотню по паспорту 12,6 литра Понятное дело, на практике в жизни он может быть больше Машина у нас просто исполинских размеров Ее длина составляет 5,3 метра Ну и на такую машину соответствующие диски 22-го радиуса Пройдемся по удобствам и начнем с багажника Ну, во-первых, он открывается у нас вот так Его объем составляет 722 литра Однако, если мы сложим все сидения, то его объем станет 3480 литров В багажнике у нас есть и фальшпол, однако он занят различными вещами Плюс ко всему, нажимая на кнопки, мы можем автоматически сложить сидения То же самое касается и передних, и задних Вернуть задний ряд сидений можно по кнопочкам в багажнике Но со средним рядом сидений есть нюанс Следовательно, тут нужно поработать немного руками, но тоже ничего сложного Как вы уже поняли, машина у нас трехрядная И что касается вот последнего, то он бескомпромиссный Если на условном траверсе тебе сзади было все-таки немного тесновато И это было больше места для детей То тут места для ног хватает вот с большим запасом Ну и плюс ко всему, тут есть все удобства То есть зарядка, USB-C, свет и воздуходувы То есть кондиционер, печка будут доходить даже до тех, кто сидит в самом заднем ряду Сидения тут тоже полностью кожаные Есть красная прострочка, потому что у нас комплектация RST Но если вам и так мало места, то на заднем ряду сидений есть специальная кнопка Которая складывает средний ряд И дело в шляпе Что касается среднего ряда сидений, то здесь два места Такая капитанская посадка, если угодно Спереди есть мониторы К ним можно подключить через HDMI, скажем, ноутбук вот здесь И выводить необходимую информацию Добавок ко всему, тут есть климат-контроль Его можно отдельно регулировать вот здесь Мощность, температуру и так далее Ну и зарядки 2 USB-C Плюс подогрев сидений Ну и куда же без 12-вольтового, чтобы заряжать свой ноутбук Он есть как здесь, так и в багажнике Что касается удобства для водителя То тут максимальный фарш Во-первых, мультимедийка, 10 дюймов Работает шустро, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto Что касается селектора, то как такового рычага или шайбы здесь нет В привычном для нас варианте Они вот в виде кнопок расположены на торпедке Климат-контроль у нас вынесен отдельно Плюс есть порты USB-C, USB-A, прикуриватель Ну и кармашки для телефона Климат-контроль можно регулировать более детально через мультимедийную систему Но я хочу показать, как сильно он может дуть Просто посмотрите и послушайте По опции у нас 7 подушек безопасности Датчики света Система мониторинга давления в шинах Камеры кругового обзора Передние датчики парковки Датчик дождя Система автоматического торможения И система обнаружения пешеходов Ну и для такой машины немаловажная деталь Это обзор на 360 градусов Спереди По бокам Ну и сверху Сложить задний ряд кресел Можно и через водительское сидение Вот есть специальные кнопочки Что касается багажника Его также можно открыть и закрыть по кнопочке Подлокотник у нас соответствует размерам машины Есть специальное место для телефона Он открывается Здесь достаточно много места Плюс есть дополнительные разъемы USB-C и USB-A Как-никак машина у нас премиальная И акустическая система здесь тоже стоит от Bose Звук отменный Музыкальная пауза закончена Одно из главных преимуществ этой машины Это то, что вы можете приобрести ее всего лишь за один день Где и как это можно сделать Можете узнать на сайте chevrolet.us Ну и естественно у такой большой машины Панорамный люк Панорамная крыша дает больше света Хотя и без нее в машине достаточно светло Потому что окна у нее крайне большие Ну и плюс ко всему стоит добавить Что машина у нас на пневмоподвеске Ну и очень важное дополнение к пневмоподвеске Это то, что она регулируется автоматически То есть когда машина едет больше 80 км в час То она припускается Конечно до 80 мы разгоняться не будем И показать мы это вам нормально не сможем Но просто имейте в виду Что касается езды на этой машине То радиус разворота у нее составляет 12 метров Что для таких размеров очень хорошо Плюс ко всему привод у нее полный Однако есть возможность переключиться только на задний Также стоит добавить по поводу двигателя Это то, что да у него 8 цилиндров Но если вы едете медленно То могут работать только 2 В целом он может отключать до 6 цилиндров Ну и говоря о ее размерах Для меня это непривычно большая машина И первое, где мне нужно двигать сидение не назад А наоборот вперед Потому что вот я понимаю, что я капот буквально не вижу иногда полностью Вес машины составляет 2700 кг Она нелегкая и это ощущается И даже тормозит она намного сложнее Чем тот же Equinox или Traverse Но справедливости ради Если вы на этой машине на кого-то наедете Или заденете То это не ваша проблема А того, кто оказался под вами Или перед вами Ну и продолжая тему производительности От 0 до 100 за 8 секунд В целом двигатель здесь большой И машины хватает Ладно, сильно на ней разгоняться не будем Она не дешевая Впрочем, вот таким выдался наш обзор на Chevrolet Taha Если вас интересует более подробная информация об этом исполине То все необходимое у вас на экране Но у меня на этом все До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok